Вчера 23 декабря в селении Баматюрт состоялось весьма радостное событие. Щерко распахнула свои двери центральная мечеть села, которая около 4 месяцев находилась в ремонте, точнее на реконструкции. И вот все ремонтные работы завершены. Если раньше мечеть в себя вмешала около 600 прихожан, то теперь после того, как построили второй этаж внутри, а высокий потолок здания позволил это, мечеть вмешает более тысячи прихожан. На данном мероприятии принимали участие ведущий специалист МКУ молодежный центр по вопросам религии Исрапил Хаджи Давуд Гаджиев, председатель совета имамов Хасайуртовского района Граджаб Хаджи Ханмурзаев, имамы мечети соседних сел и города Хасайурта. Уважаемые гости, мы все свечами рады видеть вас. Очень праздничный для нас день. У нас сегодня открывается заново. Открывается, в принципе, мечети закрыты у нас и не было. Но завтра после конструкции открывается новая, старая мечеть, как можно сказать, очень обновленная и очень красочная. Сейчас главное разберется, что мы, свечане, украсили ее своим обладателем. То есть, заходя в мечети и совершали намазы. Сейчас, перед тем, как дань слова, нашим гостям, я бы хотел начать наш межлист с чтением Корана уважаемого нашего преподавателя Хафиза Мухаммада Давуда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 то сутний день Аллаху Та'алла каждого из нас просят. Аллах скажет, я же вам дал, помогал, как же вы не воспользовались возможностями. Поэтому в первую очередь нам, после этого нам необходимо, чтобы мы оживляли именно посвящая коллективный намаз. Не ограничивается месяц одиннадцать, год одиннадцать, на этот намаз приходит, не ограничивается, не верю, одиннадцать на пятничный молитвен, на это не ограничивается, посвящая хотя бы каждый человек минимум день. Есть даже не пять намазов, хотя бы на три намаза, самый трудный, как называется, как считается, утренний и ночной, на этих вот намазах, чтобы мы ходили, не ограничивались его красотой. Вот это, что хочу сказать. Мы знаем, вот, мечети, медресе, для того, чтобы мы облагораживали наших нравов. Посланник Аллаху, саляму, говорил, я послан только лишь для облагораживания благих нравов. Суть послания, пророчества, это является облагораживанием благих нравов. И ничто не принесло столь нравственную, совершенную систему нравственной ценности, как это сделала наша религия, как это сделала Хамаса, саляму, алейкум, начиная с того, что, как ложиться спать, как утром вставать, как работать, как устроить отношения между людьми, как самовести правительство государств, во всем посланник Аллаха нам оставил самый лучший пример из своей жизни, который нам обязательно нужно равняться, исследовать этому примеру. И мы должны, конечно же, любить нашего посланника Аллаха Расулли Аллаху Али-Ассаламу, чтобы любить, необходимо знать о пророке. Как можно любить кавыч, который мы не знаем, или не читали, или не слышали. Поэтому не ограничиваться. Одиннадцать в году провести мавли, и на этом закончился. Нет. Каждый день мы должны говорить, рассказать нашим детям, историю нашего пророка Аллаху Али-Ассаламу, его насад, его руму, его жизни, и эти мести, чтобы наши дети знали что-нибудь о нашем пророке Аллаху Али-Ассаламу. Когда у наших детей спрашиваешь, как зовут какого-то футболиста, или там артиста, и так далее, они всю биографию знают. Как они отдыхают, где они отдыхают, сколько они получили, все знают. А когда мы спрашивали наших детей, как звали родителей, как духом, и руму, жизнь, деятельности, имена наших пророков, Али-Ассаламу Али-Ассаламу, когда мы спрашиваем, на это вопрос там не отвечают, не могут отвечать. Поэтому, люди наши, как и вина, ответственность от нас не снимаются. Поэтому мы родили любить Ассаламу Али-Ассаламу Али-Ассаламу Али-Ассаламу, мы его любили, больше, чем свое имущество, больше, чем самих себя, больше, чем своих детей. Рума Раскар тоже также говорил, что он любит Ассаламу Али-Ассаламу больше самого себя, и из этих есть примеров много, когда приорфил, сражение при опаде из рода Бану-Динара у одной женщины, когда ей сообщили о том, что убили ее муж, отец, брат. Она что сказала? Она сказала, «Мам-па'ала, Расулу Аллаху, Расулу Аллаху, Аня, Расулу Аллаху, Аркадий же посланник Аллаху, Расулу Аллаху. Ей ответили, что он чувствует себя хорошо, лучше, все хорошо с ним, но она сказала, пока сам не уйдет, она не успокоилась. Ей, когда показали, что он лучше, когда она сказала, «Все беды, которые не связаны с пророком, джалаль, сагир, это беды маленькие, это ничтожные». Как, например, после того, как мужики, безбожники, куфари издевались над Абу-Бакаром, когда он целый день не приходил в себя, а после того, как раненый приходил в себя, у него спрашивали, он спрашивал, как посланник Аллаху, о себе он не думал, о себе не спрашивал, как они любили, потому что они знали, они все время следовали и находились рядом с пророком, Аллаху, которые сегодня говорят нам, что нельзя вот так собраться, нельзя молдивы делать, нельзя это делать. В то время, вот, они не знают, старшие тоже знают, в то время, в то время не было, можно сказать, такой мажлица, асхаму спадридников, где бы не упоминали пророка, Аллаху, где бы не читали салават на пророка, Аллаху, поэтому вот этим людям тоже нельзя следовать, нельзя верить, какая община бывает, которая не упоминяет свой пророк, Аллаху, поэтому, алхамду виллях, еще раз, чтобы Аллах нас собрал вместе, и Аллах объединил нас, объединил всех вокруг религии, ислам, и мы просим всего Аллаха, чтобы Он собрал, точно так же, как сегодня мы здесь собрались, чтобы Он собрал нас в раю, вместе с пророком, познавленным нашего пророка, Аллаху, Аллаху. Аллах. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok